Всем привет, друзья! Теперь мы в Финляндии. Голландия осталась позади. Голландия, как вы помните, грибами нас не порадовала. Это вам была не Беларусь, тем более не Литва. И даже не Латвия, в которой кроме лисичек, по большому счету, мы ничего не отыскали. Вот здесь, сейчас мы находимся в окрестностях города Тампера. И зашли сначала в ельник, только комары. Зашли после этого в сосняк, который там вот с брусничкой был. Там стоят какие-то даже уже неопределяемые грибы, которые пережили засуху. Которая, говорят, здесь закончилась пару недель назад. В общем, нифига тут нет. Поэтому сейчас мы будем стараться найти хоть чего-нибудь. Так называемые научные грибы или что-нибудь хоть сколько-то интересное. И вот, смотрите, шли мы тут, шли. И нам попалось... Вот, короче, смотрите, что нам попалось. Не наступил я на научу. Вот, ну, во-первых, то, что мы никогда без микроскопа не определим. Вот, видите, на гнилой древесине растут вот такие штучки. Цвет шляпки с уходом в коричневый. Чем гриб моложе, тем темнее. И это дальняя родственница. Галерина окаймленная, совершенно безопасная. Какой-то гриб из рода Феогалера. Уж простите меня. Ну, конечно, вы понимаете, да, что вот такое вот без микроскопа уверенно определять совершенно невозможно. Да и с микроскопом далеко не каждый с этим справится. Это то, что западные микологи называют красивым сокращением LBM. Little Brown Bashroom. То есть маленький коричневый гриб. И таких у нас есть, наверное, штук 200 видов, в которых есть, наверное, 2-3 миколога на свете, которые более-менее уверенно разбираются. Поэтому, ну, вот, что есть, то есть. О, а вот здесь вот, смотрите, рядышком уже вполне известная штука. Оп. Ну, давай-давай, отцепляйся. Это мецена. Которая называется мецена галерикулата или колокольчатая. Вот это несчастный экземпляр. Видимо, ему не хватает жизненных сил субстрата, воды или еще чего-нибудь. Потому что обычно бывает раза в два побольше, и шляпка у него где-то вот такая. Но ее характерные признаки – это светлая ножка, полоски, идущие по краю шляпки, и чуть розоватые пластинки. Ну, вот я и вижу, что они розоватые. Но при таком освещении сейчас уже вечер, едва ли это удастся передать. Мецена колокольчатая вполне съедобна. Вот, ну, сами видите, да. Вообще, она выросла одна, обычная такая кучка, и такие грибы приличного размера. Ну, что есть, то есть. О! О, смотрите, что я нашел. Это не грибы, но не менее интересно. Вот, видите? Сейчас, 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 сейчас. Во, как будто кто-то плюнул. Смотрите. Вот. Наверняка вам во время похода в лес или в поле попадался вот такой вот плевок. И все думают, ну, кто же наплевал на растения или на траву. Эта штука не просто пена. Это домик, который строит крошечная цикадка, которая называется цикада пенистая или пенница слюнявая. Во, пенница слюнявая. Значит, в чем прикол? Цикадка мама посещает разные растения и откладывает яичко. Из яичка вылупляется личинка. Личинка втыкает хоботок в стебель, начинает сосать, сосать сок. И когда она его насасывается так, что уже ставит это производство на поток, она начинает его из себя выделять и сдабривать муцинами. Муцины это такие вещества, которые вот в улитках, там для косметики используются. Такие гликопротеины, которые при взбивании дают вот эту самую пенистую структуру. И вот смотрите, сейчас мы залезем внутрь и мы должны вытащить оттуда эту личинку, которая построила этот самый домик. Во, да? Прикольно, как будто мне кто-то на палец плюнул. Так, сейчас мы там поковыряемся. Где житель? Где житель? Похоже, житель созрел, созрел. А, во, 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 вот она. Вот она личинка цикады. Сейчас мы ее... Видите, как она хорошо прячется в своей пене. Сейчас, сейчас я ее... Вот. Если вы разберете каждый вот такой вот лесной плевок, то внутри увидите вот такую личинку, которая эту пену и производит. Вот она поползла. Видите, живая, здоровая. Между прочим, вот эта пен защищает ее не только еще и от лучей солнца, но и от всяких паразитов, патогенов, грибных спор, которые летят снаружи и любят молодое зеленое мясо. Так что вот эта вот штука умеет очень хорошо устраиваться. Вот смотрите, давайте сделаем. Жалко мне ее. Сейчас я ее подселю второй к еще одной. Ну, конечно, на манер кукушки я сейчас выступлю. Давайте, ребята, живите дружно. До двоих. До двоих вам должно места хватить. Во. Все. Теперь это домик для двоих. Дабл. Ну вот. Пойдем посмотрим, что еще есть интересного. Фуф. В финском лесу. Ну что, друзья мои. Научные грибы у нас продолжаются. И даже они такие уже не совсем научные, а чуть-чуть капельку в сторону практического использования. Вот, посмотрите, Лен, покажи, пожалуйста, у нас здесь прямо кольцо. Вот оно идет по кругу. Идет, идет, идет. Достаточно большое кольцо, примерно метр в диаметре. Ой, я влез в кольцо. Из грибов, которые называются ложно-опенок кандолля. Или, если совсем полностью на латыни, пассатирелла кандолиана. Этот гриб, как и любая пассатирелла, является близким грибом, близким родственникам навозников. Поэтому, когда грибы созревают, ну вот здесь, видите, немножко сухо, и они слегонца подсохшие. Сейчас попробую показать. У них пластинки, как у навозников, начинают темнеть и пытаются превратиться в такую черную слизь. Ну вот, видите, они поселели. Совсем, конечно, слизистыми они не станут, как настоящие навозники это делают. Да, слизняют шляпку и пластинку и растекают в такую темную массу. Вот, но сатирелла кандоля. Кандоль это был такой миколог, де-кандоль, который описал много видов грибов и оставил хороший след в старой европейской микологии. Значит, вот этот вот ложно-опенок кандоля. Сейчас, чтобы вы понимали, как они выглядят, я покажу вам несколько грибочков вместе. Их вполне можно собирать, если они растут на хорошем субстрате. Они получаются довольно жирненькими, и когда молодые, у них можно даже обнаружить некоторую мякоть. Вот, и тогда вполне их можно пособирать. Среди пластинку нет ядовитых грибов. Их в наших, да не только наших, в любых европейских, евразийских лесах довольно много видов. И поэтому на безгрибе вот из таких пластинку, в данном случае, повторюсь, да, это ложно-опенок кандоля, вполне можно что-нибудь себе приготовить. Ну, не особо вкусная будет история, но, видите, молодые грибочки, они, в общем-то, вполне мясистые. И даже на шляпке, вот покажи ли он, если получится, а вот на этой шляпке видны остатки общего, сейчас разверну, покрывало. Вот, сейчас на фоне руки белого, да, видите, ай, ай, убегает. Вот, остатки частного, вернее, покрывала, которые прирастают к ножке и защищают молодые пластинки. И когда пластинки молодые, вот они светленькие, беленькие, а потом уже темнеют и становятся вот такими. Вот сравните, гриб молодой и гриб старый. Ух, комары как пожирают. Ну, что, можете считать, что познакомились еще с одним грибом, ложно-опенок кандоля. Ну, идем дальше. Ну, вот смотрите, как в Риге. Помните, когда я жестоко прокололся и принял трутовик зимний или зимующий за ледовку желто-красный? Вот они, тут у них целая колония. Видите, на старых деревяшках каких-то, то ли трибина, то ли еще что-то сидят. И постарше грибки, вот они, и помоложе вон только-только лезут. Вылезли, видно, еще весной. Ну, в общем, так себе еда. Да, я про них уже рассказывал. Вот, очень мелкие трубочки. В смысле, невысокие трубочки и чрезвычайно мелкие поры, которые лучше разглядывать под лупой. И расположился этот чрезвычайно условно-съедобный гриб прямо рядом с красивым еловым выворотнем. Вот такая штука. Когда дерево падает, его корневая система становится перпендикулярной почве. Называется выворотень. И вот здесь хорошо видно, что у этой елки корневая система преимущественно поверхностная. Корни расползаются далеко в земле, по земле, под землей, но не слишком глубоко. И когда от возраста или там ветра, бурелом, дерево падает, корневая система приподнимается. Но часть корней остается в почве. И за счет того, что они очень гибкие, они остаются целыми, не ломаются. Много-много лет. При этом ствол, как якорь, удерживает вот этот выворотень в вертикальном положении. В связи с такой особенностью елок у древних славян, и не только славян, но и их соседей, существовал обычай особой казни преступников. Значит, человек провинившегося в неглубокой ямке, выкопанной под выворотнем, связанного укладывали. После чего брали и по ту сторону выворотня отпиливали ствол. И вот эта вот огромная тяжесть, которая на гибких корнях, уходящих в почву, удерживала выворотень, пропадала. И выворотень за счет гибкости корней стремительно ба-бах захлопывался и погребал свою жертву насовсем. Так что, если вы хотите провести смелый эксперимент и похоронить, допустим, безвременно ушедшего от вас домашнего питомца, то можете пойти в лес, найти еловый выворотень, выкопать под ним небольшую ямку, уложить туда вашего бывшего пета, сказать ему последние теплые слова, а дальше зайти за другую сторону выворотня, отпилить ствол, и дальше природа все сделает сама. Вот еще один тортовичок нам попался. Грибы потенциально интересны в плане практического использования. Очень маленький, несчастный и почти одинокий, если не считать его братана, еще более крошечного. Обычно эти грибы бывают раз в пять крупнее и растут такой кучей, 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 как и положено среднеразмерным тортовикам. Значит, любит он больше всего березу. И называется этот гриб на латыни пикнопорус цинноборинус, то есть пикнопор киноварно-красный. Вот посмотрите, сверху этот гриб подвыцвел, он уже далеко не киноварно-красный, но, естественно, постоял уже несколько недель под ярким солнцем. Но если мы перевернем его трубчатым слоем кверху, то можем увидеть, вот особенно сейчас я его выдвину, как бы на солнышко его. О, не знаю, телефон закрывает. Вот, да, то видно, что он действительно ярко-красный. И когда эти грибы молодые, то они прям полыхают своей киноварью. И в чем суть практического использования? Это прекрасный материал для того, чтобы получать краситель для окрашивания любых тканей. Они дают окраску от оранжевой или коричневатой до действительно почти ярко-красной. Этим можно управлять, используя разные соли металлов или алюминиевые квасцы и всякие прочие присадки. Но даже сам по себе гриб дает такой приятный, мягкий, пастельный, красноватый-коричневатый оттенок. И красить им можно что угодно. Что угодно естественного происхождения. Шелк, хлопок, лен, шерсть. Прекрасный киноварный красный трутовик, как краситель, с этими материалами работает. Так что, если что, если вам вот такая штука попадется, причем не такого размера, а нормальная, и не один, а прямо вот по всей березовой ветке, то можете взять что-нибудь для эксперимента покрасить. Клокольчики лесные, красавцы. Да, пока не радует. Финский лес нас грибами. Но ничего, сейчас мы еще завтра и послезавтра по лесу походим. Зато тут такие просторы, вообще красота такая. Камни очень аккуратно вытащены на края поля, так что прямо образует естественный барьер. В финском лесу, даже если он частный, можно собирать грибы и ягоды. Но нельзя обдирать бересту с берез и нельзя даже подбирать шишки. И вообще никакие плоды рвать нельзя. Но вот то, что выросло на земле, то типа твое. Поэтому грибы и ягоды нормальная история. Ну, сейчас я иду по краю поля, смотрю на опушку, надежду, что там что-нибудь прогрелось и одновременно намокло, чтобы какие-нибудь грибы вдруг доувидеть. Рассчитываю, конечно, подосиновики, но что-то складывается такое ощущение, что в этой локации, в окрестностях Тамперы, мы особо уже ничего не найдем. Ну и неважно, природа роскошная, гуляем вон, валуны какие, представляю, как их с поля тащили, наверное, в два трактора. Вот, в общем, в любом случае, природа здесь замечательная. Ну что, друзья, пару минут на экскурс в область фитопатологии. Смотрите, какую я шишку нашел. Не просто шишка. Это шишка, пораженная ржавчинным грибом, которая называется токоспора, она же ржавчина шишек. Когда чешуйки здоровые и этот гриб их не трогает, они нормально прижаты к стержню шишки. Но когда грибы начинают развиваться, они постепенно отгибаются, и в итоге появляется вот такая картинка. Когда на каждой чешуйке мы видим вот такую колонию маленьких, кругленьких и не самых красивых плодовых тел, которые называются эцией. Шишка еловая – это последний хозяин ржавчины шишек, который еще раз напомню, называется токоспора, а именно токоспора пади. А падус, как мы знаем, это черемуха. Поэтому первый по весне хозяин – это черемуха. С черемухи пораженная ржавчиной, споры разлетаются, находят себе елку, поражают шишки, и дальше у такой шишки семена уже никогда не разовьются. Поэтому, если у вас есть лесная часть дачного участка, и вы обнаруживаете вот такую странную фигню на шишках, то единственный способ борьбы с этим грибом – это сбор и обязательное сжигание шишек. Иначе вы от токоспора никак не избавитесь. Вот смотрите, ребята, а вот здесь сейчас мы живем. Вот этот дом – это дом сельской школы. Сама школа вот там скрывается за березами. А вот этот дом, в котором мы сейчас поселились, это дом, который был построен для учителей, директора школы с семьей и нескольких учителей тоже с семьями. Строилось это в 20-х годах прошлого века. Так что самому дому уже 100 лет, а может быть даже… нет, наверное, не больше, все-таки 100 лет. И вот такой вот хуторок небольшой, прекрасно себе уединен среди полей и леса. Вот в таком замечательном месте мы сейчас остановились. У нас тут всякие грибные дела. И этот дом учительский вместе со школой принадлежит одному из наших потенциальных партнеров, с которым мы хотим всякие грибные дела в Финляндии замутить. Ну а пока хорошая погода, утром дождик был, а вот сейчас все классно, мы обследуем окрестные леса. Местные жители рассказали нам, что очень долго стояла сушь, и вот только буквально последние несколько дней как, ну где-то неделю пошли дожди, и поэтому мы специально нашли такое вот болотце. Видите, тут мох с фагнумом лезет, свежий еще молодой, только окрашенный. Вот он, обесцвеченный, так как положено ему на его более зрелых участках у мхов нет корней, да, вы понимаете. Вот как он складывается, так он дальше вверх ползет, а нижняя часть потихонечку у него отмирает. С фагнумом очень полезная штука, но я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что, вот смотрите, тут нам попалось, встретились два сезона, встретились два вида опят. Вот это первый из опят, да, он почти одинокий, сейчас еще один грибочек найдем, который называется опенок весенний. Весенние опят действительно появляются очень рано, и на лоцине они называются калибия дреофила, то есть денежка древа или дуба любивая. И эти грибы растут практически в любом типе леса, на листве, на гнилых ветках, на почве, на мхах, на чем угодно, на гнилых пнях. И, в принципе, если их много, они могут дать хороший урожай. Они отличаются белыми, очень тесно расположенными, невысокими пластинками. И окраска их шляпки может варьировать от чисто белой, через вот такие вот переходные бежевые или коричневатые тона, до ярко- или тускло-коричневых. Поэтому, чтобы научиться различать разные формы, размеры и окраску весеннего опенка, нужно хорошо набить глаз. Ну, это действительно один из первых грибов, которые появляются еще в мае в средней полосе, и ими, ну, как минимум, дно корзины прикрыть можно. Но самое интересное, что у нас здесь есть, это вот этот берлезовый пенек. Потому что, сейчас мы видели опенок весенний, а это у нас опенок летний. Но посмотрите на него внимательно. Это не обычный, привычный нам летний опенок, который кюнорамицис мутабелис, да, летний опенок обыкновенный или изменчивый. У которого обычно яркая оранжевая или желтая середина шляпки, а потом идет контрастное кольцо, да, он такой двуцветный, характерный двуцветный. Этот гриб окрашен очень равномерно. И то, что это летний опенок, можно сказать с уверенностью только потому, что край шляпки у него покрыт вот этими характерными для молодых летних опят чешуйками. И это, соответственно, не летний опенок обыкновенный, а летний опенок древесинный, который встречается раз в 10, а то и больше, реже, чем обычный летний опенок. И это как раз тот самый опенок, который чаще всего путают с галериной окаймленной, смертельно ядовитым грибом, содержащим те же токсины, что и бледная поганка. Потому что, в отличие от обычного летнего опенка, у которого нижняя часть ножки обычно темная совсем, а верхняя светлая, здесь, видите, темная окраска практически равномерно распределена по всей ножке. А сама окраска шляпки, вот посмотрите еще раз на эти шляпки, залезьте в гугл, наберите галерину окаймленную, и вы увидите, что расцветка летнего опенка древесинного и галерина окаймленной практически совпадают. И самое главное отличие этого гриба от галерина окаймленной, гриб вкусный, очень плотный, и ножка у него мягкая, видите, я ее рву, а она ломается нормально. Это наличие, даже в достаточно среднем, пока шляпка не раскрыта в возрасте, белой пленки, защищающей пластинки, которая покрыта коричневыми вот такими бородавками-чушуйками, нисходящими на ножку. Вот видно, что по ножке они тоже идут. Ничего подобного у галерины нет. Плюс, посмотрите, еще один подвох. Как и у галерины, у нее достаточно, у древесинного опенка летнего, достаточно темный цвет пластинок. Но зато запах у него, если у галерины это вот такая вот подвальная сырость, паутина, забытое картофельное хранилище, да, то здесь божественный грибной аромат, который напоминает не запах обычных летних опят, а запах настоящего осеннего опенка. Это прямо вот настолько круто и аппетитно, что вы просто по запаху можете уверенно отличить этот гриб от галерины. Ну и плюс вот весь этот комплекс признаков. Все раз показываю. Точечки по краю шляпки, светлые чешуйки. И наоборот, темные чешуйки, видите, в таких маленьких бородавочках, бородавочек на бледном, почти белом покрывале, которое защищает пластинки, и спускающимся на ножку. У галерины такого нет. У галерины на вот такой примерно темной ножке будут, как будто, если кисточку окунули в разведенную водой муку, и вот так вот повозили, будут такие бледные разводы, как следы от такого мучного водяного раскрашивания. Так что посмотрите еще раз внимательно на этот гриб. И кто смелый, то можете к обычным летним опятам добавить в свой рацион летний опенок древесинный. Смотрите, ребята, что нам тут попалось. Говорят, нет в Европе чаги, нет в Европе чаги. Не просто есть в Европе чага. Мы тут видели неподалеку на березке, может, сейчас потом покажем, будем назад возвращаться. Не просто мы чагу нашли, а смотрите на чем. Вон она чага. Конечно, она чувствует себя не вполне уверенно, но нормально развивается и растет она. Ну-ка, Лена, давай-ка вверх камеру. Видите листочки? Разве это береза? Нет, друзья мои, это не береза. Это самая настоящая, обыкновенная рябина. Да, действительно, случается так, что чага вырастает не на березе, а на других лиственных деревьях. И чаще всего это вяз. Но помимо вяза случается иногда и дикая яблоня. И вот как здесь рябина. И еще несколько видов лиственных деревьев. Имейте в виду, что на каком бы дереве помимо березы не выросла чага, по своим лекарственным свойствам она будет существенно слабее, чем березовая. Эксперименты в этом плане были поставлены не только на территории Евразии, но и в Северной Америке, там где в Апалачах растет тоже немножечко береза и есть чаги. И везде, на каждом из континентов или субконтинентов выяснилось, что только березовая чага обладает максимумом полезных свойств, потому что только береза передает ей бетулин, из которого чага умеет преобразовывая его, делать биодоступные производные, в первую очередь антиоксиданты. Никакого бетулина у нас в рябине, к сожалению, нет. Бетулин – то самое белое вещество, которое придает белый цвет бересте березы. Здесь вы видите, да, бетулин – ноль, и поэтому вот эта чага, даже если она разрастется на пол ствола, не выдаст нам даже половины тех свойств, которые будет с уверенностью выдавать нам настоящая березовая чага. О, телятки какие! Молодые, любопытные, смотрите, наверное, думают, что мы хотим их чем-нибудь покормить. Нет, ребят, нет. Ну, как щенки бегут. Маленькие, хорошенькие. Нет, ребят, ничего нет у нас. Извините, пожалуйста. Паситесь дальше. Паситесь. Налябинный чагу посмотрели, да? А вот вам, пожалуйста. Вот вам европейская чага. Нету, нету. Вот она. Прямо видно хорошо, как чага образуется. Вот у нас, скорее всего, мразобойная трещина. И жуки из семейства скрытников когда-то притащили на своих лапках споры трудовика скошенного, который есть чага на самом деле, и заразили вот эту вот свежую треснувшую древесину. Чага пошла развиваться. Вот видите, стало здесь удобно развить свои склероции в двух местах. Ну, вот видно, что береза еще молодая, и поэтому здесь она не достигла большого размера, хотя вот уже показывает все свои характерные признаки. Вот этот вот внешний крошащийся угольный слой, достаточно хрупкий, плотный, но хрупкий. И вот там где-то, вот, Лен, сними сбоку, покажи. Вот здесь вот проглядывает уже характерная золотистая мякоть, которую, если поковырять, то будет, собственно говоря, та часть чаги, ради которой на нее мы и охотимся. Так что чага в Европе есть, развивается она точно так же, как и в наших русских лесах. И, в общем, по большому счету, вот вся Евразия, да, весь север, северная часть зоны там, южной тайги, и дальше на север, везде, где есть береза, а то и рябина, да, чага вполне себе растет. Смотрите, друзья мои, кто нам тут попался. Вот вы думаете, а зачем это? Я снимаю вот эту странную темную бабочку. А эту странную темную бабочку я снимаю потому, что она относится к настоящим грибоядным животным организмам. Мы все знаем хорошо какого-нибудь северного оленя, который питается лишайниками, но самое удивительное, что вот эта бабочка, которая относится к бабочкам-медведицам, называется лишайница красно-поисковая или лишайница темная. И прикол в том, что гусеницы этой бабочки питаются в основном лишайниками. То есть, на примере вот этой вот лесной красавицы, а живет она в первую очередь в лесах и в первую очередь в хвойных, вы видите настоящего маленького северного оленя с крылышками. Истинный грибоядный организм. Ребята, мы вернулись из леса домой. Я уже даже переодеваться начал в тапки. И тут, прямо рядом с домом, прямо на тропинке, я наконец-то нашел гриб, который давным-давно хотел вам показать. Это тот самый гриб, на вопрос, про который, я отвечаю, что именно он для меня и есть самый вкусный. Вот, посмотрите. Вот он, мой любимец. Лучший и самый деликатесный, на мой взгляд, из всех грибов на свете. Это чесночник. Вот как выглядит чесночник. Причем, посмотрите, это огромный экземпляр. Он здесь размером с хорошего лугового опенка. Причем не самого мелкого. Вот на этом грибе. Ну, тут дожди шли несколько дней, поэтому, видимо, такие они вымахали. На этом грибе отлично видны все признаки. Блестящая, как лакированная, похожая на ножку Рейши, только очень тоненькую. Такая красновато-коричневая ножка, чуть более светлая, в том месте, где она соединяется с шляпкой. Не совсем белые, такие немножко кремовые пластинки. Дальше бежевого цвета шляпка. Ну и самое главное, конечно, это аромат чесночника. Потому что запах его... Ух, это нечто просто потрясающее. Вот у чеснока обычного запах резкий, потому что там присутствует целый ряд ароматов. Но у чесночника из всей чесночной запаховой линейки присутствует только одно вещество – алицин. Алицин, он передает благородный аромат чеснока без всякой резкости. Поэтому, если у вас есть... Вот смотрите, раз, два и три. Три вот таких чесночника, то этого достаточно, чтобы любое блюдо, например, полную сковородку на жареной картошке, превратить практически в мишленовский изыск. Потому что вот этих трех грибов будет совершенно достаточно, чтобы ароматизировать весь объем продукта. Более того, чем интересны чесночники? Они относятся к роду негниючников. И негниючниками они называются, как вы, наверное, уже догадались, потому, что они не гниют. Они напитаны знаменитым грибным сахаром, который называется треголоза. И когда гриб засыхает естественным образом, допустим, долго нет дождя, или вы его сорвали и бросили на окошко, чтобы он подсох, то треголоза связывает воду внутри клеток так, что вода в них остается, и клетки не гибнут. Поэтому, даже если у вас год валялись чесночники где-нибудь в каком-нибудь бумажном пакетике на полке, вы берете их сушеные, бросаете в тарелочку или мисочку с водой, и минут через 10 они по-настоящему оживают. Они не просто расправляются, как какой-нибудь сублибированный продукт, они реально оживают. И если вы возьмете такой размоченный чесночник и воткнете его куда-нибудь, не знаю, в землю среди травы, то он даже успеет отсеять какое-то количество спор. Поэтому этим свойством чесночников можно пользоваться. И вы можете заготавливать себе приправу такую грибную, мягкий грибной чеснок, на буквально годы вперед, если вам повезло найти какую-нибудь здоровую поляну с чесночниками. А найти ее в лесу несложно, особенно с утра, после тумана или росы, когда запахи чуть-чуть приподнимаются и долго стоят на месте. Вот вы идете, вдруг, вау, мощно пахнет чесноком. Это не кто-то потерял связку. Это вот где-то рядом сидят чесночники. Может быть, просто грибница, потому что даже грибница, сидящая под листвой чесночников, умеет издавать запах чеснока. Но, скорее всего, это уже колония плодовых тел. Так что вот мой любимый, самый мой любимый лесной гриб. Хотя, как видите, может вырасти и более-менее на полянке. Я встречал чесночники даже в такой полустепи, где вообще деревьями даже не пахнет. Бывает, что вырастают на вот этом травяном войлоке. Поэтому сейчас... А, во! Вот, смотрите, сейчас молоденький вам еще покажу, который гораздо больше похож на то, как должен выглядеть истинный чесночник. Вот это гиганты. Да, реальные гиганты. А вот это так, как чесночник, выглядит в норме. Совсем тоненькая ножка. Вот она, светлеющая к пластинкам. Пластинки почти белые, но все-таки с явным кремовым оттенком. И небольшая, с бывшую копейку, даже немножко меньше, шляпка бежевого цвета. Ну вот, надеюсь, что вы теперь представляете, как выглядит мой любимый гриб. Жалко, что камера не передает запах. И всячески рекомендую вам чесночники собирать и именно как приправу к самым разным блюдам в вашем кухонном быту использовать. Спасибо, ребята. Возможно, это последний сюжет, который мы снимаем в Финляндии. Если так, то я прощаюсь с вами. Дальше наш путь лежит в Турцию, но я не думаю, что там у нас получится что-нибудь про грибы поснимать. И я надеюсь, что наша европейская турне, турне европейская наша, которая заканчивается таким прекрасным, деликатесным образом, вам понравилась. И на этом я еще раз на всякий случай с вами прощаюсь. До новых встреч. Я думаю, что мы продолжим наши съемки уже ближе к концу лета. в Грузии.